Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас распаковка нового телефона. Сейчас мы увидим, что это за телефон. Называется он либо Redmi K20. Есть такое название. Есть также у него название Xiaomi. В России будет использоваться, скорее всего, официально вот такое название. И также источник 1xbet говорит о том, что, согласно данным в Индии, этот флагман будет называться Pocophone F2 и F2 Pro. Ну что ж, распакуем этот телефончик. Действительно ли здесь все так красиво, как хочется. Черная пупырка пока что. Отлично, китайцы еще стекло прислали в подарок. Это спасибо вам большое. Проверим сразу, что это такое. Protection of God. И действительно это Mi 9T, друзья. Mi 9T. И нас интересует надпись, как бы, типа, глобальная версия. Здесь есть это надпись или нет. Версия 6.128, то есть точный топчик. И это Carbon Black. Друзья, это Carbon Black. Ну, круто, круто. Единственное, что я могу предположить, почему это Global Version, потому что название Mi 9T, то есть не Redmi K20. Ну, ладно, друзья, сейчас мы распакуем и все посмотрим. Коробочку в сторону. Пока телефон уберем в сторону, Glass Tempered Pro Edition тоже в сторону уберем. Это нам не понадобится. Так, вот такая скрепочка, друзья. Даже доставать ее особо пока не буду. Хотя, не, надо доставать, проверить. Там будут все молотки, все такое. Как все это работает. Окей, это Mi 9T. У нас здесь идет ли на русском языке что-то? Так, English, French, Italian, Spanish, Dutch, Netherlands in Portugal. Португал, значит, манувальщика нет на русском языке. Здесь у нас что есть? Нет, здесь, друзья, то же самое все. Итак, чехольчик. Такое чувство, что чехольчик прям навороченный. Ну, не прям сильно-сильно навороченный, друзья, но очень не стыдный чехол. То есть, такой чехол, как правило, ну, мы покупаем на Алиэкспрессе отдельно. То есть, нет такого, что там у вас стыдно или он там какой-то закоцается, замарается и так далее. Вот Redmi Note 7, по сути, тот же самый чехол. Ну, не тот же самый, он как бы немножко погрубовать и побольше, все такое. Но смысл его такой же по, так сказать, по материалу. Хотя этот чехол более тонкий, более изящный, более такой, ну, я не знаю, как это еще описать. Ну, и самое главное, будет ли защищать он этот чехол саму камеру, вот как бы в этом самый главный вопрос, друзья. Ну, что ж, сам телефончик. Давайте мы его пока что оставим в сторону. Вот такая картоночка. Здесь у нас что, друзья? Здесь у нас зарядочка. Ну, понятное дело, что здесь USB-C, microUSB. 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 2 ампера. Вот Quick Charge 3.0. И давайте проверим. Мне кажется, они абсолютно идентичны. Да, друзья, это 3.0. Я так понял, это не 4.0. То, что как бы нам очень даже хотелось. Получается, что 4.0 нам нужно докупать. Ну, что, друзья, включаем этот телефон. Сейчас мы его конкретно подостроим. Обратите внимание, мне прям просто очень заходит вот этот вот карбон пока что, да. Но вот эта кнопочка, друзья, красная в черном обрамлении. Это прямо очень респектабельно, респектабельно, круто и все такое. Сейчас мы настроим MIUI 10. Вот. Это очень красиво смотрится. Но для начала, друзья, как мы делаем уже по нашей доброй, хорошей традиции, мы... Первая пленочка. Ну, чувствуется, друзья, это флагман снимается так красиво по-флагмански. И так передняя пленочка. Это как бы самая такая основная. Передняя пленочка снимается очень легко. И так, что мы видим, друзья, по внешке? По внешке он сразу же заляпывается. Красиво дело заляпывается. Ну, в принципе, не так сильно, как казалось вообще в начале. Но карбон, друзья, это черный карбон. Это реально очень классно смотрится. Значит, здесь у нас 48 мегапикселей камера в обрамлении. Да, такой красный такой ободочек. И две камеры. То есть здесь должна быть широкоуголка и телеобъектив. Потом, соответственно, все проверим. Друзья, ну что, я поднастроил телефончик Mi 9T. Да, действительно оказался Mi 9T. И это действительно, друзья, абсолютно полная глобальная версия. То есть здесь полностью глобалка на MIUI. Да, смотрите, мы сейчас заходим в настройки. Идем о телефоне. И уже видим, да, что здесь написано MIUI Global 10. Обновление системы я уже проверил. На данный момент это самое последнее обновление. Давайте мы его обозначим, да. Стабильная глобалочка, друзья. Все ссылочки в описании под этим видео на этот телефон. Если вы хотите в глобалке заказать этот телефон. И первый косяк сразу, который я обнарушил, друзья. Это очень интересно. Кстати, вот кнопочка не сразу срабатывает. Что-то за ерунда такая. Смотрите. О, шторка открывается. Ох ты. Друзья, только что... Так, подождите. Давайте все закроем. Только что шторка не открывалась. Подождите. Ах, как зря, что я не смог это записать, друзья, на телефон. Но реально была такая штука. Нет, открывается. Слушайте. Но реально был глюк. Сразу, видите, я здесь написал. Сразу первый глюк. Чтоб не забыть. Все, стало открываться. Может быть, друзья, обновления прилетели. Или что-то произошло. Не знаю. Но реально я как бы такой думаю. Как так? Шторки нет вообще. Это как жить дальше-то без шторки. Какая-то резиночка такая совсем очень уж такая простецкая. Друзья, здесь только две наносимки. MicroSD сюда установить невозможно. Поэтому я себе взял аппарат на 128 гигабайт. Что вообще, друзья, не заморачиваться. И бед вообще никаких не знать. Здесь у нас USB-TiPS и динамик. Да, давайте проверим динамик. Просто максимально безрамочный экран за эти деньги. Вибрация такая, как на Mi 9 SE. Что-то вот похоже в этом роде. А вот, смотрите, у нас все загрузилось. Ну, тащит колонка зверски просто. Очень громкая. На моем Redmi, друзья, музыка, ну, совсем другого качества. Экран почти что такой же. Но сам по себе Redmi меньше, да. То есть, ну, и понятно, нижняя борода меньше, верхняя. Как бы челки вообще никакой нет. Да, и здесь как бы все окей. Давайте проверим чехол. Чехол очень хорошо лежит, друзья. И радостная новость. Этот чехол защищает камеру. Камера не выпирает. Можете вот так посмотреть, если вам видно. Это классно. То есть, его, значит, можно оставить как основной чехол. То есть, получается, не докупать второй. Здесь есть миниджек. Ну, как бы классно, друзья. Во флагмане есть все, что необходимо. Это прям очень реально круто. NFC-ха есть в этом телефоне. То есть, все окей. Включили. Установили Google Play. Там, не знаю, что у вас есть. Кстати, Mi Pay хотят завести в Россию тоже. Потому что популярность Xiaomi набирает. Вот. Но, в общем, Google Pay устанавливаете. Окей, если что, обращайтесь. Что такое? А, типа, окей, Google сработал, да? Ну, ладно. Это Redmi немножко обиделся. Ну, как бы Redmi Note 7, что на него вообще не обращать внимание. Потому что тут такие дела творятся, друзья. Так, погнали. Первая. Первая регистрация сканера отпечатков пальцев, который в экране. Хотя, по сути, ну зачем чистить экран? Ага, вот у нас здесь сканер появляется. В принципе, друзья, все окей. Разблокировочка работает. Потом мы еще стекло приклеим. Слушайте, мне даже кажется, что она работает быстрее, чем на Mi 9 SE. И мы нажимаем селфи-камеру, друзья. Погнали. Я даже поставлю микрофончик поближе. Здесь еще подсветочка такая. Ну, крутяк, крутяк, конечно, вообще. Так, здесь у нас есть сразу 48 мегапикселей. Вот так вот просто щелбан. И как бы у вас получаются суперкрутые фотки. Даже если вы не можете нормально фотографировать, этот телефон позволит вам делать качественные фото. Но это я, друзья, шучу, конечно. Все зависит от вас. Ну и, друзья, последнее. Мы поиграем в игры. Здесь у нас 730 Snapdragon. Мы установили асфальт 9. И давайте немного порубимся. Друзья, я установил максимальное качество, чтобы на максималочках поиграть. И так, давайте, погнали. Да, максимально безрамочный экран. Это круто. Просто для игр это шедеврально. Ну и амолед-экран, друзья, реально очень красив. Очень красив. Рубится очень-очень даже круто, потому что никаких лагов, подтормаживаний. Я, по сути, установил все максимальные настройки. По звуку тоже все, друзья. Очень даже прилично работает телефон. Мне все понравилось на данный момент. Давайте по скорости посмотрим. Ну и последний момент. Мы в Antutu сейчас прокачаем. Итак, друзья, вот тут он набирает 213 214 баллов. То есть, 710 и 712 даже рядом не стоят с этим процессором. То есть, 730 вообще их кроет вообще сверху. Потому что 230 тысяч баллов это... 213 тысяч баллов это приблизительно на уровне 835 Snapdragon. Друзья, это приблизительно на уровне топового процессора 835. В общем, что нужно протестировать, обязательно пишите в комментариях вообще ваши личные пожелания. Разыгрывать телефон этот или нет, я, друзья, на самом деле не знаю. Потому что, ну, очень уж дорого он мне обошелся на данный момент. Я разыграю другой телефон, скорее всего. Всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрайбер. Всем пока-пока.